Привет, это обзоры от Mob.ua и как всегда я трэш. Сегодня я расскажу тебе о трех беспощадных таймгиллерах. Дело в том, что я не любитель игр без конца и края. Но голодные игры Зомби Цунами и The Mansion это три монстра, пожирающие часы жизни. И даже мой скептический настрой не испортил сложившееся впечатление. Это те игры, которые заставляют сказать «да ну ладно» при первом взгляде на них. Дело в том, что клонированных раннеров мы повидали немало. Головоломки изрядно поднадоели. А о зомби я вообще молчу. Но у каждой из них есть что-то особенное, что выделяет их на фоне остальных. Начну с The Mansion A Puzzle of Rooms. Игра является живым пазлом, состоящим из множества комнат-особняка. Беда в том, что этот особняк представляет собой огромный механизм, построенный воображением маленькой девочки Энн, причитавшей на ночь пугающих сказок. Цель игры достаточно проста. Достать все ключи на уровне, открыть замки и добраться до двери, переносящий нас в новую комнату. Вроде бы простая головоломка, но ее особенность заключается в том, что разработчикам удалось простейшую игру превратить в полноценный проект. Основой игры является самые банальные и всем знакомые пятнашки. Только вместо фишек с цифрами вам предстоит перемещать комнаты. Конечно же, двигать можно не все подряд, а только ту комнату, в которой в данный момент находится Энн. Вдобавок делать все это можно лишь ограниченное количество раз. Поверь на слово, а лучше проверь сам, насколько сложный, сказочный и интересный мир The Mansion. А вот посредственный, на первый взгляд, раннер по фильму Голодные игры выделяется тем, что его делали люди для людей. И это чувствуется во всем. Удобный геймплей, красивая графика, великолепный дизайн уровней и качественная анимация. Но удивляет даже не это, а детали к мелочам. Например, в любой момент можно нажать на паузу, а отжав ее, герой будет несколько секунд передыхать, давая возможность сориентироваться. Приятно и то, что не все препятствия на пути убивают тебя. Некоторые замедляют, иные просто сбивают с толку. Но больше всего игра затягивает тем, что в отличие от других раннеров, Голодные игры плавно набирают свой темп, давая возможность проходить забеги по 5-10 минут и позволяя сполна насладиться разнообразием геймплея. Плюс ко всему в игре присутствует элемент крафтинга, подбирая растения, древесину и тому подобное, можно будет собирать вспомогательную амуницию для лучшего прохождения. Ну а теперь поговорим про зомби-цунами. В первые секунды кажется, что она отвратительна. Да что может быть интересного в аркадном 2д раннере про зомби? Да еще и в таком исполнении. Но, такого рода мысли покидает сразу после первого укуса человека. Внезапно ты осознаешь, что укушенный на твоем пути становится тоже зомби, и повторяет все в точности за тобой. Потом появляется еще один, еще пять, и вдруг ты осознаешь, что орда зомби бежит по твоим управлениям, снося автобусы, танки, вертолеты и самолеты. Но если под твоим командованием всего пару братьев по безразуму, то каждый автомобиль может стать опасной преградой, которых здесь и так хватает. Бомбы, военные и апокалипсис будут нещадно истреблять твой легион до последнего зомби. На помощь приходят коробки секретов, наделяющие толпу особыми возможностями, превращая их в ниндзя, цунами, огромного монстра или золотых зомби, которые прикасаясь к преградам создают золото. Признаюсь честно, сев за цунами зомби, я позабыл о том, что мне нужно делать обзор. Уровень веселья и трэша этой игры зашкаливает. Скачай и гарантируй, ты не пожалеешь. Ну вот, на этом у меня все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Это был обзор от Mob.ua и я трэш. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова